Как и обещали, устраиваем настоящую подготовку к лету. В прямом эфире у нас мастер плетения коз Зарема Заюлаева. Сейчас все расскажет про это. Доброе утро, Зарема. Доброе утро. А, доброе утро. Ну, мы угадали, действительно, ажиотаж происходит ближе к лету, потому что, наверное, людям как-то хочется во время отпуска себя раскрепостить, что-то новое попробовать, ну и плюс неохота заморачиваться, да, с волосами? Ну, по сути дела, да, неохота заморачиваться с волосами и ближе к лету, так как ты хочешь, снимая шапки, головные уборы, начинается жара, ты начинаешь, как бы, себя преображать, становиться ярче, становиться красивее, как-то развиваться. Под шапкой лохов уже не спрячешь, уже надо что-то красивое делать на голове. Когда дреды есть зимой, это как отличный шарф. Да? Да, я хотел добавить, что это уже удобно. Между прочим, о дредах сегодня рассказывает человек, который проходил с нами 11 лет, вот так-то. Дреды, так и запишем, шапку не покупаем на зиму. Вот это, наверное, какой-то рекорд, нет? Или есть люди, которые дольше носят? Есть люди, которые дольше носят, конечно. Ну, я знаю людей, которые по 16 лет носят, например, там... От климата это зависит, нет? От климата зависит, нет? От климата, конечно, зависит в плане... Когда очень жарко, немного жарковато с дредами, а как бы когда зимой... В сибирякам, в общем, самое оно, да, на Сидоре? Ой, вообще роскошно, да, мне тоже так кажется. Давайте немножко окунемся и станем немножко разбираться в этом, потому что мы, Саша, вообще ничего не понимаем. В историю? Нет. Мы хотим понять, отличаются ли они чем-то между собой, бывают ли какие-то разные виды дредов, и чем они отличаются? Какие лучше, какие удобнее, какие для кого? Есть разные разновидности, да, дред, то есть классификация. Есть roots-дреды, натуральные дреды и есть также DE-дреды. Это как бы безопасные дреды. Так, и чем они отличаются? Классификация, наверное, больше от того, насколько ты гармоничен с собой и понимаешь, что тебе нужно. Вот, так и выбирается твой выбор. То есть roots-дреды, это ты, вообще не используется ничего, даже мастер не принимает в этом участие, это просто не моется голова, как бы, естественно, разделяются волосы, пряди, вы их скатываете, ухаживаете, как-то пытаетесь подкручивать, и они образуются, то есть сами трансформируются, сами живут, и таким образом не происходит никакого подплетения. Вот, это очень часто встречается у каких-нибудь отшельников. Реально можно таким способом сделать, и это посчитается дредами, не можешь голову подплакать. А так изначально. У нас на массиве парень ходит. Все в дредах, да? Ну, изначально это же шло, как бы, из тоже древних, когда еще... Это растаманы все эти, нет, нет? Растаманы, индуизм, да, это все оттуда, да, но, как бы, если брать тот расчет, когда еще не было никаких приблуд до нашей эры, так скажем, да, дреды тоже существуют. Они как бы имели место быть, потому что волосы, они всегда росли у человека, а инструментов не было для того, чтобы сделать. Просто в какой-то момент растарифорианство и уже индуизм это начали как-то преобразовывать. И отсюда появились всякие инструменты, уход, ты за ними начинаешь коррекцию, подплетаешь, вот, это уже второй вариант, то есть дреды, натуральные дреды. Когда ты приходишь к мастеру, ты говоришь, что тебе нужно, какие локоны, диаметр, длина, та-та-та, вы с ним договариваетесь, и получается, что он плетет тебе дреды таким образом, что делая начес, а потом просто проходя крючком, то есть используя уже какие-то инструменты для этого. Но дополнительно тоже ничего, никакого материала не подплетается? Нет, нет, многие говорят там воск, мед, яйцо, еще что-то, но этого нет, ничего не нужно. Это полностью происходит на сухие волосы, просто спутывается, и просто проходится крючком, заправляются все выпавшие оставшиеся волосы, петельки, и формируется дред. То есть со временем он сваливается за счет того, что вы их скатываете ладошечками, и вот, собственно, получается сваленный дред. То есть проволоку не надо оббатывать, да? Проволоку не надо, можно вовнутрь вставить, чтобы вот так торчали, знаете, можно всякие забивульки делать. Я просто так сказал, ляпнул, понимаешь, а оказывается, вон что. И в конце тоже на кончиках ничем не закрепляют, чтобы они были отдельными? Нет, есть два вида, то есть разновидностей. Получается, можно кончики оставить кисточками, либо кончики можно вправить. Когда вправляешь кончики, конечно, фиксация идет как будто бы сильнее, но все равно кончик начинает со временем расправляться, и нужна опять-таки коррекция, чтобы он сбился поплотнее. А так, в принципе, кисточки оставляют ноги, и это тоже очень смотрится красиво, эстетично, и закрепляется также крючком, ничего не распускается. Мне кажется, вот у Насти волосы располагают в дред. Да, у меня. Они приятные. Они просто очень пышные, я помыла голову с утра, и поэтому все так. Чего вы не смущаете меня, да? Я лохматая. Нет, в чем? Мне кажется, тебе его очень пошло. Не надо. Ну, я подумаю, ладно. Я подумаю. Вот, и есть еще дедреды. Это? Получается, дедреды, это берется искусственный материал, из него плетется локом дреда, и после того, как заготовка готова, ты можешь, приплетаешь его к волосам, и, в принципе, входишь с этими дредами месяца от полтора, ну, как бы, до трех. В зависимости от того, как волосы остаются. А остальные не ограничены, да, по времени, вот предыдущие два вида? Предыдущие два вида ходят на всю жизнь. Так как это твои натуральные волосы, да, ходят на всю жизнь. Да, ходят на всю жизнь. А эти два-три месяца держатся, но потом можно сделать коррекцию, они тоже будут дальше держаться, да? Конечно. Тоже можно расплести, переплести, вычесывать все, что там не нужно. А что за материалы-то, тоже, наверное, какие-то разные бывают, которые вплетают? О, материалы бывают разные, то есть, если брать каникулон, то это вообще супер-магия красок, просто столько оттенков. Это те самые, которые цветные по городу ходят? Цветные, да, вот эти пластиковые, кукольные. Они пластиковые, на самом деле? Я никогда же не подходила к людям, не трогала, оказывается, они пластиковые, да? Они пластиковые, да, кукольные волосы. Вот, на самом деле, плюсы у них есть, это то, что вот оттенки, а так, на самом деле, есть и минусы. То есть, это не очень приятно, это не очень комфортно. Тяжелые, наверное, очень. Тяжелые, да. Спать с ними, наверное, тоже не очень. Как и с любыми дредами, в принципе, удобно. Ну, как бы с каникулоном, да, то, что он, как бы, не колючий, чем дреды будут. Голове, наверное, все равно, а вот плечикам оголенным немножко не очень. Да, а есть еще один вариант, то есть, некоторые удлиняют, например, натуральными дредами, ой, натуральными волосами делается дред, тоже и удлиняется, или там плетется, например, ДЕ. Потому что, ну, как бы, это приятнее, выглядит красивее. Ну, натуральнее. И натуральнее, да, но тут тоже играет роль, как вы к этому относитесь. Ну, чужие волосы, тра-та-та-та. Ну, тут уже зависит от внутреннего состояния. Круть, как за этим всем делом ухаживать правильно, и что сделать, чтобы это сохранилось подольше, чтобы никто не завелся в голове, обсудим после рекламы. У нас в гостях мастер плетения коз-зарема уже рассказала нам, что дред бывает трех видов. Может быть, можно просто голову не мыть, они сами скатаются. Второй вариант вам поможет в этом мастер. Третий вариант нарастить что-то инородное себе. Вот, и в связи с чем появляются всякие вопросы. Ну, во-первых, не мыть голову очень долго, это, наверное, может как-то повлиять на здоровье головы или нет? Что по этому поводу санэпидемстанция говорит? Да, санэпидемстанция говорит то, что это естественная среда головы. И ей все равно, на самом деле. И ей даже лучше, потому что, когда мы ежедневно моем голову, то есть мы постоянно жировой покров смываем, 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 отсюда у нас появляется сухость кожи, перхоть и все остальные, какие-то болячечки, чесучки, язвочки там или еще что-нибудь. Вот, а по сути дела, когда ты реже моешь голову, первое время, конечно, когда ты уже мыл ежедневно. Кажется, что все такое жирное и ужасное. Кажется жирное, да, кажется, боже, как чешется, как непривычно. Но на самом деле это всего лишь ум играет с твоими ощущениями, которые у тебя происходят. Через какое-то время все пройдет? Через какое-то время, да, все налаживается. Это примерно месяц, полтора, два происходят какие-то такие странные ощущения, потому что голова пытается привыкнуть. Но больше всего меня волнует, не заведутся ли там кто-то. Ну, мой опыт по мытью дред был таков. Первый месяц я не мыла, потом я не мыла два месяца, потом я не мыла около трех месяцев, и один раз в жизни зимой у меня было такое, что я не мыла полгода. И никто не завелся. Просто мыть чаще нужно, например, летом, потому что пыль, грязь, жарко, если ты занимаешься спортом. А по сути дела, ты моешь голову раз там в два месяца, раз в месяц. Ну, перед подплетением обычно часто это делают, перед коррекцией, перед тем, как прийти к мастеру. Вот так обычно. Короче, тараканы, они не в дредах, они в голове. Да, да, да. Есть даже такая серия легенда, что на самом деле, как говорят, вши, вот это все остальное появляется, я не знаю, кто мне сказал, этот миф, не миф, но что они появляются из-за нервов из-под кожи. Из-за чего? Из-за нервов? Из-под кожи. Преки. Те самые тараканы в голове, в смысле, которые имеются в виду за годы, да, они... Материализуются, ты сам их, да, вызываешь. Ой, какой кошмар. Поэтому не стройте себе всяких иллюзий непонятных. Ну, мы поняли, что ходить можно с ними, если это искусственные, да, то два-три месяца, потом лучше подкорректировать. Но сколько это занимает в плане, вот, знаем, что плетение кос, это очень долго, вот обычные маленькие косички, ты сидишь несколько часов, наверное, да? А дреды, насколько долго придется сидеть в кресле у мастера? Ну, чуть-чуть поменьше, но в зависимости от того, какой объем работы, все зависит от... Ну, среднюю длину волос, давайте возьмем, как у меня. Среднюю длину волос, как у тебя. И если это тоненький диаметр, то это часов, ну, 10. Если это чуть меньше диаметр, в плане, ну, штук 50-40, то, в принципе, можно управиться часов 6-7. Ну, все равно это целый день нужно закладывать или полдня. Да, да, я сразу говорю всегда, да, закладывайте целый день. По клиенту в день у вас. Ну, когда как, например, коррекция занимает 2-3 часа, иногда 5, в зависимости от запущенности состояния дредда, потому что каждый, как бы, на что гораздо. Кто-то моет каждый день, надо чаще тогда подплетаться, кто-то моет реже. Вообще много клиентов, популярна у нас эта тема? Вы знаете, да, у нас это популярно, потому что, например... Потому что холодно. Ну, да, можно сказать, и хочется какой-то радости. Получается, что у нас это популярно не так давно, в принципе, стало. Вот я заметила, последние 2 года это стало, я как бы 11 лет занимаюсь дредами, последние 2 года это стало прям уже набирать ажиотаж, всех хотят как-то себя... С постоянной работы выволились, да? Ещё 4 года назад, да. Вот он, когда пошёл на поле. Ну, люди стали более свободны, раскрепощаются. Да, как-то начинается культура, да, движение, всем хочется как-то себя... Все становятся пологерами, опять же. ...по-ногому видеть, так скажем. Смотрите, ещё актуальный вопрос тоже для тех, кто вдруг заинтересовался и захочет себе такую красоту. Среднюю цену можно узнать? От чего она зависит? Тоже от длины волос, наверное, да? Зависит от длины волос и от того, чего желается, да. Но в среднем где-то один дред, я акцентирую так, 150 рублей, зависит от того, сколько штук там получится. Хорошо. Если это вот эти вот те самые цветные, красивые, и длина волос, опять же, средняя, и диаметр узенький, то в среднем получится... Около 10 и 9. Около 10 штук. Чего 9 и 10 штук? 10 штук дредов вы имеете в виду? Ой, нет. Объём работы как бы будет? Нет. Получится, то есть, когда доедет, дреды делаются, вы их складываете пополам, и то есть, крепите к одному квадратику, там, допустим, на голове, и у вас получается 2 дреда. То есть, если вы из заготовок приплели к голове штук 30, у вас 60 дредов. То есть, вот так это играет роль. И тут уже... Тут ещё платишь не только за работу, но и за материал. Ну, материал не такой уж дорогой. Например, этот пластиковый, он около 500 рублей одной упаковки стоит. Ну, ладно, вот мы увидели на улице красавицу с розовыми дредами длиной там, ну, не знаю, вот средней длиной до середины спины. Сколько ей это обошлось, так, примерно? Ну, примерно 8 тысяч. От до 8 тысяч примерно? Средняя. Средняя цена? Плюс-минус. Около 10, так вот. Да. Ну, это достаточно дорогое удовольствие. Хотя, с другой стороны, сейчас к опытному колористу сходить и просто голову покрасить, ну, тоже не очень дешево, да? Ну, как бы, во-первых, да, и как бы это тоже краска смывается, всё это происходит, ничего не постоянно. Ну, да, это довольно длительное вложение, надо сказать. Ну, а деньги – это как бы энергия, в принципе, поэтому как ты её отпускаешь, так она и приходит. Какой-то особый уход, кроме того, чтобы подплетать, требуется от человека чем-то там их брызгать, не знаю, как-то особенно их укладывать, спать, не знаю, сказку на ночь почитать? Ну, на самом деле, да, забота очень важна. Забота, первое, что нужно проявлять дредом – это любовь. То есть… Назвать каждую дредину своим именем? А-а-а, это вообще слишком будет тогда. И каждый тогда, да, читать клаверную сказку. Ну, чем-то брызгать, брызгать, наверное, да? Нет, брызгать ничем не надо, просто заботиться, иногда катать руками, ну, в ладошках, и иногда у корней с двумя пальцами зажимать один дред и колтун скатывать. Ну, минут, ну, секунд точнее, 15-30, вот так примерно. И так иногда проходить по дредам, и, в принципе, им будет достаточно этого ухода, естественного и спокойного. Ну, просто как собачку, так погладить, погладить каждую, так приласкать, да, и нормально. Правильно? Ну, да, так и есть. Это потому что, действительно, такой момент, что, когда ты заплёл дреды, такое ощущение, что у тебя кто-то завёлся. Вот правда. Питомец. Да, вот ты настолько начинаешь, да, ухаживать. У меня вот было такое, я там, например, собираюсь в душ, завязываю дреды наверху, с непривычки, особенно на первые дни дред. Я там иду, моюсь, моюсь, и хоп, чувствую, что-то у меня упало просто на плечо. И я такая думаю, о боже, что это? Бедник и малыш потерялся, от своих отлился. Нет, мне показалось, что это какая-то паучья лапка. Змея! Сначала непривычно, то есть они с тобой взаимодействуют. Это очень интересный такой процесс. Живут, так скажем, в своей жизни. Да, 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 да. Это не последняя забавная история, которую Зарима принесла нам. Мы, как и от всех наших гостей, просим от неё тоже что-то из жизни и забавное. Ой, из жизни и забавное. Ну, так как у нас связано также сегодня всё с дредами, я и расскажу вам забавную историю дред, жизни своих дред. Точнее, как произошло освобождение. Одним днём я была в Индии. И, собственно, ментально за день, наверное, до этого я думала, о, может быть, сходить на регги-концерт. Так давно не была на регги, это всё-таки культура, всё это мне очень близко. И мы пошли в какой-то из дней просто гулять и зашли в какое-то, так скажем, заведение, где проводили концерты. И мы смотрим, а там регги-концерт. Мы заходим, и получается, что выступает аргентинец с огромными длинными дредами. И у него, получается, такие дреды, они как кончиками торчат, и получается, что как будто обезьяньи хвостики. Это выглядело всё очень достаточно забавно. И я смотрю на это, и у меня в какой-то момент в голове просто настреляет. Кажется, я хочу сбрить дреды. Спустя пару дней я заплетаю спутника, и после этого ему говорю, кажется, я хочу побриться. На что, как бы, он отвечает мне, да, я тоже думала об этом. Типа, буквально два дня назад, когда был концерт, и я такая, пам! Ну, а теперь, видимо, снова тащила. Да, вы ещё раз окунётесь в это или нет? У меня есть ощущение, что я ещё заплетусь, но пока я не думаю об этом абсолютно, потому что наслаждаюсь тем моментом, что сейчас... Надо сказать, что Зареми очень идёт и без дреда. Спасибо большое, теперь мы в этой теме просто прошарены, и как никогда. Спасибо. Спасибо всем слушателям. В студии для вас работали Талалаева Настя. Александр Часовитин. Всем добра и позитива. Живите интересно. Круто. Спасибо. Очень круто было с вами. Давно мы так не смеялись. Спасибо.